Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня, ну вот в данный вечер, сейчас уже почти ночь, 11-11-20-20. 11-11-22 супер масонские цифры. В результате получается у нас 22-22. Ну, классика жанра просто. И в честь этих знаковых цифр, любимых известными ребятами, которые постоянно стараются быть неизвестными и действовать и за ширами всякие такие карабасы-барабасы, небольшой сюжет посвящен этим цифрам. Случилось так, что некоторое время назад я сделала небольшой ролик по логотипу Сбербанка, но не выпускала его в эфир, оставила для себя. Если вы помните, что не так давно логотип Сбера был зеленое яблоко с такими выщербленными. Конечно, это были не просто щербины или отломанный многослойный кусок. Вот посмотрите, мне лично рисуется равносторонняя пирамидка, такая глобалистская власть, ну, известная пирамида, да, символика масонов. Ну, и здесь только не хватает глазика. Какая разница, господи, глазик-то поставить вообще не проблема. Я упражняюсь в фотошопе, не совсем идеально, но суть понятна. Пирамидка по умолчанию на зеленом яблоке Сбербанка. Зелень – это деньги, капуста, доллары. Мировая экономика над ней – пирамидка. Пирамидка владеет миром, да, они вот так вот, вернее, денежными потоками, деньгами всего мира. Эта пирамидка владеет. Она сама по себе, и она владеет всеми финансовыми потоками, всеми деньгами мира. Обратите внимание, что логотип сделан в 3D-координатах, в изометрии, XYZ. И вдруг новый логотип, и название сокращено вместо Сбербанка, просто Сбер. Банк у нас уходит, просто Сбер. И логотип стал плоский, двухмерный, но в стиле логотипа Гугла. Та же буква G. Так же все по-масонски, как положено. G. Оно же Голд – золото. Оно же первая буква логотипа Газпрома. Оно же Годда – гадда. Но двухмерное. Короче, это Ж всегда неспроста. Как только появляется вот эта латинская большая такая Ж, это всё неспроста. Это сразу там вот эти ребята появляются. Они там сигналят, что мы тут, мы тут, мы с вами, ку-ку. А ещё что проявилось, что было скрыто в трёхмерном логотипе Сбербанка и вот угла пирамиды. Почему-то я стала над этим задумываться и, готовя материал к очередному видео еще три месяца назад, мне на глаза стали попадаться часы со стрелками, показывающими одно и то же время. Либо развернуты так, что показываются только два типа времени. Это 10-10 и рядом часы с циферблатом 13-50. 10-10 это 1-1, 13-50 это 4-5 равно 9 и получается 1-1-9. Это просто реклама часов, ничего личного. Вот я искала, допустим, картинки и мне вот попадается эта реклама часов. Но в этой просто рекламе с 95% совпадением мне попадались картинки, когда я решила проверить свою догадку лишь в таком варианте циферблата. Рядом два циферблата 1-10-10 и рядом 13-50. Безусловно, я в курсе закона синхронистичности и пару лет назад я специально посвятила этому целый ролик по второй Александровской колонии в Санкт-Петербурге. Кстати, рекомендую посмотреть этот ролик. Уверена, что новые подписчики не в курсе этого материала, который я делала еще два года назад. А там очень много всего интересного. Все тихо промолчали про то, что существует вторая близняшка Александровской колонны, которая лежит погребенная на Дворцовой площади. Тихо умалчивается эта тема, потому что она переворачивает всю эту историю с Монферраном полностью, с его Александровской колонной и как это все тащили, и Эй Ухнем и так далее. Но сейчас не об этом. Ссылка на видео про вторую Александровскую колонну я дам в описании к этому видео. Так вот, как только я уловила связь с картинками и часами и связалась с логотипом Сбера, так синхронность картинок с часами 10-10 и рядом 13-50 резко снизилась где-то до 70%. Да, действительно, я еще раз убедилась, что мы сами во многом влияем на реальность и на синхронность событий. И нам надо быть очень осознанными и учиться управлять законом синхронистичности на благо себе, своему роду, своему народу, своей белой расе, которую активно изживают некто с логотипами Ж, которые неспроста. Да, они-то как раз умело используют этот закон и подсовывают нам по умолчанию, а мы своим сознанием воспроизводим события, которые идут нам на погибель и уничтожение, то есть нашими же руками. Вы только подумайте, как ловко придумано. Но я продолжаю. Итак, вижу в новом логотипе Сбера плоская, но с добавлением градиента, изображение циферблата часов 10-10 и 13-50, что в переводе на простые числа дает все то же любимые масонские числа 1-1-9 или 9-1-1, про которые сейчас очень многие блогеры говорят. Те же башни-близнецы, начало планетарного терроризма, сериал «Служба 9-1-1» и номер телефона «Экстренные службы во многих странах». Вот мне еще тут подсказали в соцсетях, что события миротворцы вошли в коробах 9-11, тоже игра на синхронистичность. Итак, еще один код сатанистов раскрыт. И связь цифр 1-1-9 и 9-1-1, и проекция их пирамидки с равносторонними углами в виде стрелок на циферблате, тоже раскрыт. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было, как всегда, интересно, познавательно. Возможно, у вас возникнут новые идеи и инсайты, что неудивительно. Ведь включается закон синхронизма или синхронистичности. Еще раз благодарю. Подписывайтесь на мой канал, если можете, поддерживайте канал репостами. Всех вам благ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok